Но давайте все-таки поговорим о том, что происходит. То есть давайте вернемся к теме, которую мы сегодня предлагаем для обсуждения. То есть что происходит с народностями? Я понимаю вашу риторику, я понимаю прекрасно ваше понимание и ту риторику защитную, о которой вы говорите в отношении как раз и народа, который вы представляете. Но если мы говорим об этнических народностях, скажите, пожалуйста, каково будущее этих народностей в составе Российской Федерации, по вашему мнению? Я не сомневаюсь в том, что у нас уже начались процессы. Если вы знаете, я являюсь пресс-секретарем комитета ингушской независимости. Мы все нацелены на то, чтобы всевозможным способом содействовать распаду этого тиранистического государства. Также мы, естественно, кроме нас, само собой действуют чеченцы. Также мы на связи с нашими дагестанскими братьями. И мы, по возможности, консолидируем, направлено на то, чтобы в будущем построить какие-то общие планы и поспособствовать этому. Руслан, а что вы скажете по поводу, как я понимаю, формируется сейчас определенное количество людей, которые принимали участие в тех или иных боевых действиях. И вы, как секретарь комитета ингушской независимости, можете прокомментировать вот эти процессы, которые, как я понимаю, идут параллельно для того, чтобы иметь определенное количество людей, которые рано или поздно могут встать за независимость, ингушскую независимость. Я правильно понимаю? И если так, то на каком этапе вот этот процесс, как я понимаю, и генеральный штаб там был сформирован определенным образом, и сейчас приходят определенные заявки со стороны людей, которые желают принять участие вот в этой истории по поводу независимости ингушской. Да, мы провозгласили о том, что мы создаем свою армию освободительную, и каждый день мы получаем огромное количество запросов, желающих людей вступить в наши ряды. Уже у нас сформированы военные подразделения, ну и в скором будущем мы уже открыто заявим, покажем миру эти вооруженные формирования. Ну, Руслан, а скажите, на что должен потом, ну, конечный результат вот этой истории? Я имею в виду, я понимаю, что независимость ингушской, да, но я имею в виду вот сам вот, как сказать, ну, итог определенный, да, вот, потому что, ну, складывается впечатление, что, ну, по сути, вот украинская армия сейчас должна поспособствовать освобождению малых народов, о которых вы говорите. Да, вот, и часто так кажется, что и российская оппозиция тоже ждет, чтобы это все произошло, Путин пал, и потом они вернутся, и будут по-новому это все как-то, знаете, или воссоздавать ту же Россию, но Россия 2.0, я не знаю, каким образом, да, или вообще просто, знаете, как по-другому все формировать в России, да, возможно, уже не в таких границах, но это просто как домыслы, как позиция, как один из возможных вариантов. Ну, я не знаю, что думают там российские оппозиционеры, мы им недавно заявили, другой наш представитель четко дал понять, что мы общего будущего с ними не собираемся строить. Что касается Украины, то Украина выйдет на своей территории, и мы, конечно же, понимаем, что она не собирается смещать Путина или заходить на территорию России для того, чтобы нас освобождать. Это наша задача. Наша задача сегодня – это формировать свои силы, подготавливаться к неизбежному будущему распаду этого государства, потому что чем больше она будет оставаться в России, тем она станет слабее, и мы в свое время воспользуемся этой слабостью. Руслан, скажите, пожалуйста, а в чем должна быть слабость? Ну вот, я хочу понять, что должно сложиться, какие пазлы для того, чтобы Ингушетия, та же Ичкерия, Дагестан, все, 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 все субъекты Российской Федерации, и у которых иное мнение по поводу того, чем на самом деле сейчас является официальная Москва, вот смогли как-то, я не знаю, сконцентрировать силы и сделать это, и добиться независимости. Потому что мы понимаем, что сейчас, к примеру, да, есть вот разные люди, которые расставляют своих, да, вот глав разных там, и субъектов, и республик, и федеральных округов, и так далее, и так далее. Вот как, насколько должна ослабиться эта машина силовая Российской Федерации для того, чтобы у разных республик появился шанс? Ну, очень сильно должна ослабить, потому что силовая аппарата у этого государства очень сильный. Мы уже недавно проходили, ну, мы пытались и в Чечне, и в Ингушетии, и в Дагестане, у нас были силы сопротивления, которые пытались стать свободными, достигнуть свободы для наших регионов. Это у нас не получилось по ряду причин, потому что, во-первых, конечно же, среди нас есть немалое количество всяких манкуртов, жаждущих оставаться под сабагом России. И сама Россия за этот период как раз очень сильно окрепла и финансово, ну, и Путин смог построить очень сильную прямую вертикаль. Россия должна будет ослабнуть примерно так, как она в свое время ослабла Российская империя, также, кстати говоря, участвуя в Первой мировой войне. Россия, ну, уже 2.0 в России советского периода, также настал период, когда она ослабла, и люди смогли вырваться на свободу. Конечно же, хотелось бы, чтобы все это впоследствии было по второму варианту, когда не было кровопролития, когда людям дали возможность, как вам, например. Ну, на это особо рассчитывать нам не приходится, потому что сотни лет противостояния между Кавказом и Россией нам говорят о том, что просто так они нас не отпустят. И Ходорковский об этом в свое время прямо говорил, что он не собирается бескровно отпускать Кавказ. Сегодня он, правда, запел другую песню, но мы, конечно же, им не верим. Поэтому, конечно же, мы будем начеку и не будем более поддаваться на их там всякие обещания подобного рода. Субтитры создавал DimaTorzok